Старинные кольчуги и древние предметы быта. В Доме национальности прошла военно-историческая акция «Богатырская застава». Гостей собралось много, около 150 человек. В основном это любопытные школьники. Даже если рассматривать изучение истории в школе, это учебник, сухие цифры, и в принципе сложно разыграться воображением школьника. А здесь, получив возможность все это воочию посмотреть, пощупать, я думаю, гораздо более будет серьезный интерес к уроку истории. Для гостей организаторы приготовили три тематических площадки. Первая из них рассказывает об исторических сражениях. Ребятам показали реконструированное оружие и доспехи 13-го, начала 15-го веков одного из русских княжеств. Могу похвастаться, что пока в Ивановской области это единственный образец, склепанный полностью. То есть обычно сведенные кольчуги или сваренные, да, современные средства сварки, там аргонная сварка и так далее используется. А вот это вот настоящая ручная работа. Вот в кольчуге свыше 40 тысяч колец. То есть это все вот и дот, все ручная работа, сделано, ну, его хоть в музей выставляйте, хоть куда, хоть в кино снимайте, в историческом. Впрочем, на экспонаты можно было не только смотреть. Кольчуги и шлемы реконструкторы позволили примерить и даже показали, насколько доспехи непробиваемы. Общий вес обмундирования в средние века мог доходить до 40 килограммов. Точные копии оружия и щитов помогли представить ребятам, насколько сильными были наши предки. Я много узнал об истории России, о викингах и как сражения проводились, какие оружия были. Вот дали пить защиту и топор. Тут ты его одной рукой не удержишь. Очень интересно знать было сегодня, как это все выглядит, сколько весит. Раньше же ходили в этом все по 10 часов, по 12 часов. Пятая тармонгольская битва была. Очень интересно сегодня было. Да, мы смотрели все стрелы, но это не из легких. Вторая площадка получилась не менее интересная. Здесь много рассказывали об устройстве крестьянского быта. Все предметы подлинные, найдены при раскопках. Как заваривали на Руси чай, как делали кудри и русские красавицы, и какими ложками ели настоящие воины. Обо всем этом ребята узнали здесь. Вы знаете, очень многие вещи, которые раньше были обыденны, сейчас для современных, даже взрослых, тем более для детей, являются полной загадкой. И поэтому, если ребята узнают хоть немножко о прошлом своих прабабушек и прадедушек, это будет замечательно. Третья площадка также посвящена быту, только немного другой его стороне. Здесь с ребятам рассказали о товарных отношениях, сословных различиях и традиционных русских символах. Следующую богатырскую заставу организаторы планируют провести летом, на открытом воздухе. Предполагается, что школьникам удастся на день оказаться в другой эпохе и увидеть настоящее средневековое сражение. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.